Приветствую вас, мне почему-то показалось, что ваш вопрос, он больше такого, знаете, медицинского, наверное, характера, пока что, больше такого психотерапевтического, я бы сказал, характера, на данный момент, потому что вы говорите и про улучшение памяти, вы говорите и про шанс выздороветь, это все, на самом деле, не совсем область, а именно психологии, потому что психологи и психиатры, все-таки специалисты разные. Психиатры это действительно только врач, который назначает соответствующее лечение, и которое обязательно должно быть сопряжено с психотерапией, то есть это обязательно, лечение обязательно должно быть сопряжено с психотерапией. То есть нельзя просто вот пить таблетки, да, и надеяться, что все получится. Нельзя просто, значит, употреблять какие-то, какие-то медицинские препараты и думать, что вот все наладится. То есть, на мой взгляд, этого делать без корички нельзя, нельзя, потому что, ну, так получается, что вы просто свое данное состояние, да, вы лечите исключительно как физического заболевания, что не является таковым на самом деле. То есть, ваше состояние и ваша проблема не является физическим заболеванием в принципе. Вот. И, соответственно, работать с этим нужно именно психотерапевтическими методами, психотерапевтическими средствами. Препараты, как правило, которые назначаются врачами-психиатрами, они и преследуют ту цель, чтобы ввести вас, ввести, именно ввести вас в это состояние, в это состояние, при котором вы чувствовали бы себя, скажем так, более позитивное состояние, при котором вы могли бы разобраться с тем, что с вами происходит, в состоянии, при котором у вас был бы шанс разобраться с тем, что происходит. То есть, одни только препараты, а вам, ну, не помогут. То есть, это, на самом деле, такая вот иллюзия и заблуждение, да, что препараты вам могут только помочь. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что главные боли, которые у вас есть, это результат, это следствие травмы, которую вы получили в результате расставания со своим молодым человеком. То есть, вы, видимо, ну, не можете до сих пор пережить, вот, своё расставание с ним. Вам тяжело, вы не можете без него, вот, возможно, вы как-то что-то думаете о себе, возможно, вы как-то что-то начали менять в своём восприятии себя. Вот. Возможно, мужчина для вас слишком много значил, вот, и в результате этого вы, собственно, и испытывали такую боль. То есть, то есть, ну, испытали этот вот эффект, который вы описываете, то есть, головная боль и так далее. Вот. То есть, здесь нужно анализировать отношения и, собственно, собрать и исследовать, почему у вас возникла такая реакция на расставание с молодым человеком. Вот. То есть, ну, расстались, это, конечно, безусловно, неприятно, ну, расстались, ну, каждый из вас, к примеру, да, пошёл, там, своей дорогой, вот. То есть, вот, почему вы не смогли принять расставание, вот, психосоматика-то у вас начинается не на пустом месте, да, не просто так. Вот это вот, пожалуй, то, что в первую очередь нужно выяснить. Причина и очевидность у вас есть элемент, элемент, скажем так, элемент созависимости на данный момент. То есть, вы зависимы, вы зависимы от человека, вы настолько, вот, видимо, на нём концентрировались, что без него вам жизнь ваша кажется совершенно ненужной, без него вам, ваша жизнь кажется абсолютно пустой, вот. Ну, то есть, боль, вот, ваша боль, да, это психосоматика, вот. И у этой психосоматики есть, конечно же, свои причины, которые нужно разбираться, вот. Что-то именно вот такая, психологическая сторона вопроса больше. Что-то не медицинская сторона вопроса, да, а именно психологическая. И очень важно, чтобы вы всё-таки смотрели именно на эту сторону вопроса. Улучшение памяти, диагнозы, лекарства, вы рассматривали всё же как что-то столичное. Потому что в противном случае вы можете сделать смыслом своей жизни, как вот вы, на мой взгляд, делаете сейчас, да, вы делаете смысл смыслом своей жизни. Лечение, ну, лечение только. То есть, вы чересчур много внимания уделяете, ну, на мой взгляд, вы слишком много внимания уделяете лечению, вот, что неприемлемо. Вот. Ну, по моему мнению, по моему мнению, да, неприемлемо абсолютно. И, чего-то вам, чего-то вам, видимо, не хватает. То есть, вот, именно вам, да, именно вам. Чего-то не хватает в вашей жизни настолько, что после молодого человека у вас, ну, после того года старая, да, у вас настолько вот сильные начались, эм, значит, реакции, да. Настолько сильно вы стали чувствовать, что вам, ну, плохо, вот, и так далее. То есть, как бы, я думаю, что примерно так вот можно вам ответить вот именно, ну, именно вот, именно исходя из того, что вы написали. Хотя я, конечно, конечно, здесь я могу и ошибаться, безусловно, вот, но в целом, по общему правилу, вот именно в целом, именно по общему правилу ситуация выглядит именно так. И, если вы хотите, если вы хотите разобраться со своей проблемой, если вы хотите разобраться со своей ситуацией, вот, то нужно все-таки анализировать вашу историю жизни и отношений. То есть, вариантов, эээ, здесь на самом деле больше нет. Лечение, вот, все лечение вам, которое будет, оно, эээ, будет неполным, оно будет, эээ, поверченным, там корень проблемы лежит. Именно в вашем восприятии того, что происходит сейчас с вами. Но, зависит от того, насколько вы, эээ, готовы именно такой расклад принимать, да? То есть, ээээ, не отменяяя, ни в коем случае не отменяяя того факта, что, эээ, вам, там, безусловно, нужна помощь, эээ, психотерапевта, не отменяяя того факта, что вам, ээээ, ну, можно и нужно, эээ, принимать препараты, да, но все же, помимо этого еще нужно заниматься, эээ, психотерапией. То есть, если психотерапией вы не занимаетесь, то ничего, само по себе ничего не улучшится, к сожалению. Вот. Примерно так можно ответить вам на ваши вопросы. Эээ, любовная зависимость, эээ, если это действительно она, ну, вы про нее, в принципе, можете почитать. А, сами, про, именно про любовную зависимость, эээ, ну, я могу сейчас сказать, что, появляется она у людей, которые, очень много, эээ, времени отдают. А, другим, которых, которые не имеют личных границ, которые не, ээээ, имеют свои, эээ, ну, вот, своего собственного, ээээ, жизненного пути, вот, которые, которые сомневаются, которые сомневаются в ээээ, в своем жизненном пути. Ээээ, который, может быть, боится остаться в одиночестве. Вот. И которые недооценивают себя. То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, да, именно эти вещи, на мой взгляд, именно, данный аспект, и определяют, ээээ, наличие любовной зависимости. Так что, предлагаю вам работать именно, ээээ, в данном направлении, если, конечно, вам интересно. Обязательно, у, обязательно, у, своего врача, ээээ, у которого вы лечитесь, ээээ, проконсультируйтесь насчет, что лицеобразности прохождения, ээээ, вам, ээээ, психотерапии, вот, и, соответственно, ээээ, может быть, вы, он порекомендует вам еще какие-то препараты, именно для психотерапии. Вот. Ну, дальше, уже именно попросить его назначить вам именно психотерапию. Может быть, это, эээ, индивидуальная психотерапия, может быть, это, эээ, групповая психотерапия. Поэтому, что говорю, тут на самом деле, эээ, лучше было бы, если сам врач, эээ, психо-психо- ну, сам врач психо, ээээ, ну, сам врач псих exposur, эээ, чтобы он вам как-то, вот, что-то, порекомендовал, сразу именно сам. Вот, чтобы он, ну, какие-то рекомендации вам предложил свои. Вот, на этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.